Добрый день! Вас интересуют новые методы лечения? И хотите узнать одновременно, каким будет правильное питание в будущем? Вы очень предусмотрительный человек. Значит, вы прекрасно понимаете, что какой бы ни была система, то ли это автомобиль, то ли это компьютер, то ли это организм человека, пока вы не обеспечите правильное питание, вы не имеете права ожидать у них хорошей работоспособности. Нужен автомобиль у 95-й бензин, пока вы его не дадите, будет ездить очень плохо. Нужно человеку правильное питание, пока вы это не сделаете, организм имеет право болеть. И в этом случае все равно без правильного питания вы никуда не денетесь. Вам все равно нужно его будет обеспечивать. Потому что оно вам нужно для того, чтобы либо обеспечить хорошую высокую работоспособность и достичь активного долголетия, то есть иметь хорошее качество жизни сегодня, либо когда нарушилось это самое здоровье, появились болезни, вам опять-таки то же самое правильное питание нужно для того, чтобы ваш организм смог на лечение адекватно ответить. То есть, чтобы он имел возможность, имел силы, ну, желание он имеет, он самовосстанавливается великолепно, вот, чтобы восстановиться, чтобы работать оптимально. Вот, поэтому правильное питание вам нужно, то ли в состоянии здоровья, то ли в состоянии здоровья, то ли на этапе профилактики, то ли на этапе лечения. Что мы имеем сегодня? Сегодня на планете голод по белкам, по витаминам, по микроэлементам. О чем это говорит? Казалось бы, ну, подумаешь, есть еще жиры и углеводы. Но вот эти три первых компонента очень важны. Белок или фермент, это двигатель любого процесса. Что бы ни происходило в вашем организме, это происходит из-за того, что работают белки. Вот когда белки работают плохо, организм работает плохо. И развиваются любые процессы, воспалительные, дистрофические, снижается иммунитет, снижается работоспособность, все что угодно. Что такое витамины и микроэлементы в этом процессе? Это ускорители обмена веществ, ускорители работы ферментов, или так называемые кофакторы ферментов. Они оптимизируют работу ферментов, делают их скорость работы оптимально высокой. Что это вам дает? Опять-таки, высокое качество жизни, активный труд, активную работу и активное долголетие. Вот в чем согласка. Как подойти, как решить проблему? Нескакими путями. Некоторые переходят на экстремальные виды питания. Например, сыроедение, жесткое вегетарианство. Но, к сожалению, пищеварительная система человека имеет не такой КПД, как у травоядных или жевачных животных, поэтому полноценно излечь оттуда пищу очень сложно. Практически невозможно. Именно поэтому очень часто на этом питании развиваются дистрофические процессы. Где это питание великолепно? Когда жарко и влажно. Когда организм может перегреться, 100% ребята, я ситуационный сыроед и жесткий вегетарианец. Я готов кушать эту пищу, потому что понимаю, что перегревание очень плохо для организма. Очень быстро может закончиться. Некоторые переходят на такой экстремальный вид питания, как солнцеедение. Ну, в принципе, мы с вами все солнце едем и все потребляем энергию солнца из различных продуктов питания. Неважно, это будет порция свинины, яйцо или там какой-то винегрет. Напрямую питаться солнцем не получается пока, получается только у растений пока. У холоднокровных животных частично получается, потому что они все равно должны кого-то съесть, а потом, когда на солнышке отогреется, он появляется в его активность. Когда солнце заходит, активность, соответственно, снижается. Ну, некоторые находят такие интересные виды продуктов, ну, в самом деле, в Европе. Это едят жуков, едят тараканов, едят там всяких насекомых, едят червячков различных, личинки всякие. Да, это тоже новый источник белка, это новый источник продуктов питания. В принципе, можно использовать, но частично. Почему? Потому что, по большому счету, лучше всего, лучше размножать тараканов, чем коров. Лучше размножать червей, чем, скажем, свиньи. Почему? Потому что все-таки теплокровные, они для того, чтобы набрать что-то, они очень много тратят в окружающей среду. Вот вся эта вот жильность, такая вот не очень удобоваримая сегодня, она тратит меньше, поэтому эффективность выращивания, меньше нужно корма, чтобы вырастить одинаковую биомассу. Вот, поэтому такой путь тоже есть. Вот, но на сегодняшний момент, по большому счету, я проанализировал систему питания, как питается большинство тех людей, которые ко мне приходят в состоянии болезни, 95% питаются неэффективно. Они просто-напросто не знают, что такое правильное питание, поэтому делают ошибки, поэтому приобретают те или иные болезни, ну и, соответственно, с ними приходят. Путей несколько. Можно попробовать перейти на жуков, на тараканов, можно просто наладить правильное питание. То есть, если у вас такой путь интересен, если вы хотите, в принципе, на привычных пока для вас продуктах перейти, собеспечить своему организму правильное питание, контакты вы видите, можете обратиться. Ну, если не хотите, можете разнообразить питание, я, в принципе, приветствую разнообразное питание, поэтому можете вносить другие источники белка, другие источники витаминов, микроэлементов, пытаться насытить свой организм таким путем, экстремальным более-менее. Ну, это тоже вариант, тоже возможность такая есть. В принципе, я так понимаю, если население на планете будет продолжать расти и эффективность сельского хозяйства не будет удовлетворять нас, ну, тогда действительно перейдем на жуков, тараканов. А пока, все-таки, самый лучший вид мяса, я считаю, это свинина. И рыбьи яйца тоже хорошо, но куриные, в принципе, отличаются более крупными размерами, правда, вкус другой имеют. В общем, если вам нужно правильное питание, вот, обращайтесь, лечение по методу доктора Скачко, оно эффективно. Я знаю, что такое правильное питание, его можно усилить, просто оптимизировав режимом питания, рацион сбалансировать, можно добавить фитопрепараты. Несущественно, каким путем мы достигнем другого уровня здоровья. Вот. Обращайтесь, если вам это нужно.